МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Час новостей на 12-м канале". В студии Екатерина Булучевская. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Шаг в пропасть. Мы гуляли и провалились под лед. На РТШ развернули спасательную операцию, чтобы вызволить школьников из ледяной ловушки. Все свое. Это, естественно, экономически выгодно и очень важно для экономики России в целом. В Омске наладят производство химических реагентов, ничуть не уступающих западным. Спецоперация в тылу. Будет полная ревизия тормозной системы. Сейчас идет замена колодок на новые. Омские ремонтники переделывают гражданские машины в военную технику. Что говорят об этой помощи сами бойцы? Эмоции с передовой. В городских трубопроводах восстание машин. Роботы помогают коммунальщикам исследовать инженерные сети на предмет изношенности. Там, где не пройдет транспортный модуль, запускается вот такой плавательный. Покажем, как искусственный интеллект спасает Омск от потопов. И никто, но с множеством поклонников. Мы приехали в Омск из Германии в гости. Узнали о съемках такого замечательного, грандиозного проекта. Съемочная закулисье самой массовой сцены фильма 12-го канала об Иннокентии Анинском. Прогулка по льду чуть не закончилась. Трагедией для омских подростков. Двое школьников пытались перейти Иртыш в районе моста 60-летия в ЛКСМ и провалились в воду, не дойдя до берега несколько метров. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка смогли выбраться на льдину, но оказались в ловушке. Вызволить детей на берег удалось только прибывшим на место спасателям. Подростков осмотрели медики и после их отпустили домой. Жизни и здоровье школьников ничего не угрожает. С родителями и детьми инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую работу. Мы гуляли и провалились под лед. С кем-то гуляла с другом? Да. А зачем вы вообще пошли на речку? Забыли. Забыли. Сильно промокли? Да. Отмечу экстренные службы. Уже неоднократно призывали амичей не выходить на лед. Под весенним солнцем он становится пористым и рыхлым, но при этом выглядит крепким. Что обманчиво, лед может треснуть даже под весом ребенка. В Омске появится новое крупное производство для замены иностранной продукции. Самые актуальные для современной России разработки в химической отрасли обсуждались сегодня на межрегиональной научно-практической конференции, посвященной вопросам импортозамещения. Главной темой стали проекты в области малотоннажной химии. Это катализаторы, красители, строительные добавки. Они выпускаются в относительно небольших объемах, но без них невозможна работа любой отрасли, начиная от машиностроения и заканчивая фармацевтикой. Долгое время значительную часть химических реагентов страна закупала за границей. Сейчас из-за санкций эту продукцию нужно активнее импортозамещать. И сегодня участники встречи обсуждали планы по открытию в России новых производств. Центр малотоннажной химии появится и в Омске. Органический синтез в наших приоритетах. Все, что касается переработки из-за пропилового спирта, потому что увеличение количества переделов, это, естественно, экономически выгодно и очень важно для экономики России в целом. Одним из ключевых вопросов стала тема эффективности региональных программ для запуска инвестиционных проектов. Своим опытом поделились представители властей Свердловской, Псковской, Новосибирской и Ростовской областей и Москвы. Примером для подражания может служить и Омска области, где чиновники, бизнесмены и ученые действуют в одной связке. Эффективное взаимодействие между органами власти, которые создают условия для возможности непосредственно промышленным производством, которые благодаря мерам поддержки, в том числе как региональным, так и федеральным, создают и модернизируют производство. И наши университеты, которые являются катализаторами трансформации промышленного производства, которые реализуются, собственно говоря, у нас здесь, в Омской области. В Омске планируют капитальный ремонт еще двух мостов. Пока работы на Ленинградском только начались, но в департаменте строительства уже готовятся к реконструкции других переправ. Так заключены контракты на выполнение изыскательских работ по капитальному ремонту двух мостов 60-летия в ЛКСМ через Иртыш и Комсомольского через Омь. Подрядчикам в ходе проектирования предстоит уточнить все технические решения для будущей реконструкции. В рамках капитального ремонта планируется привести в порядок опоры, пролетные строения, а также заменить покрытие, системы водоотведения и обновить деформационные швы. На создание проектов для двух мостов потратят около 57 миллионов рублей. Завершить изыскательские работы подрядчики должны в декабре 2023-го. Однако, как отметили в мэрии, говорить о точных сроках проведения самой реконструкции пока рано. Их оружие – гаечные ключи. Омские ремонтники показали, как куется победа в тылу. Сейчас на одной из городских СТО, надлежащей для фронта ВИД, специалисты приводят УАЗ. Его ради бойцов списали с муниципального баланса. Насколько сложно переделать гражданское авто в военное, и почему именно буханка сегодня востребована на передовой. В нашем материале. Вот так спецоперация проходит в тылу. Омские ремонтники вооружились гаечными ключами и трансформируют гражданский УАЗ в военный. Про обеды пришлось забыть. Трудятся в любой свободный час. Ведь эта машина не относится к основной работе СТО. Ее готовят для передовой. Будет полная ревизия тормозной системы. Сейчас идет замена колодок на новые, потому что тормоза практически отсутствовали. Аккумулятор заменим на новые. Ребята предоставили нам новый аккумулятор, который может работать в периодом даже виде. То есть он не боится опрокидывания, ничего с него никогда не вытечет. Старые фары тоже в утиль. Если оставить эти, авто станет легкой мишенью. Нужна армейская светомаскировка. Ну а чтобы Буханка и вовсе стала призраком, заводскую серую краску сменят на камуфляж. Тотальное обновление ждет и салон. Вместо пассажирских сидений здесь установят носилки. Появится и плафонное освещение, чтобы можно было максимально оперативно помогать раненым. Евгений Графкин признается, с автомобилями работает уже 25 лет. Знает каждый винтик, но такие переделки для него в новинку. Чтобы на фронте машина не подвела, взял несколько советов у ветеранов боевых действий. Помогают ремонтникам не только рекомендациями, но и деньгами. Бывает за несколько минут сразу несколько идет платежей. Вот они все деньги. Мы за каждый рубль несем ответственность. Отчет будет, видео, фото. Саму же Буханку предоставил глава Карбезинского поселения Муромцевского района. УАЗ сняли с муниципального баланса, но не в ущерб. Со слов чиновников, машина уже давно простаивала без дела. Никто в стране не будет. Все рассчитано, все находится под контролем. Это не то, что мы отдаем последнее. Если надо, мы отдадим последнее. Но в данном случае мы отдали то, что нужнее фронту. И действительно, УАЗы, по словам военных экспертов, сейчас очень востребованы на передовой. Полноприводные, легкие в обслуживание. Они могут перевозить тяжелые грузы или даже вызволить бойцов из-под огня. Спасибо огромное главе Карбезинского сельского поселения за предоставление автомобиля УАЗ-Буханка. Спасибо, что вы есть неравнодушные люди. Спасибо вам за поддержку и за реальные действия и поступки. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Плава России! На полное преображение УАЗа потребуется еще около месяца. После он сразу отправится за ленточку. Но до этого момента наши ремонтники еще и помогут коллегам из Крыма. Отправят комплекты инструментов для восстановления военной техники. Аккумуляторные болгарки, различные ключи и высотные домкраты. В Омске до 2024 года появится Центр креативных индустрий, новая университетская стартап-студия, лаборатория музейного проектирования, дизайна и сценографии. План мероприятий по поддержке креативного сектора экономики утвердил губернатор Александр Бурков. Речь идет прежде всего о кинематографии, архитектуре, культуре, цифровом творчестве, дизайне одежды, интерьера, моде и графике, а также индустрии питания, отдыха и развлечений. Предприниматели из этих сфер получат поддержку в виде услуг по продвижению своих продуктов, компенсации затрат на новое оборудование и площадок для создания творческих пространств. Добавлю, что в креативном секторе работает больше 8 тысяч омских бизнесменов. 16 лет на двоих Ленинский районный суд вынес приговор пациентам тубдиспансера, которые продавали наркотики прямо в больнице. Обвиняемые, напомню, проходили в стационаре лечения и решили подзаработать. Инициатору теневого бизнеса запрещенные вещества приносил знакомый. И тот вместе с подельниками распространял их среди пациентов. Героин. Но схему загубили силовики, задержали драгдилеров и отправили торговцев смертью на скамью подсудимых. Впрочем, с обвинением сообщники оказались категорически несогласны. Преступники считают себя жертвой системы. В ходе последнего слова один из них заявил, что только употреблял нелегальные вещества, но никогда не делился ими с другими пациентами. Я несколько раз покидал диспансер самовольный. И когда покидал, мне делали предупреждение и говорили, что это плохо кончится. Не распространял, не передавал никому ничего такого. Все эти подтверждения, которые я там пытался, заявлял, все заявления, жалобы, ни одно не было непроверено. Аналогичной позицией сегодня придерживается его сообщник. Напарник драгдилера заявил, что доказательств его вины нет и потребовал снять с него все обвинения. Впрочем, прокурор в легенду об изъянах системы не поверил. По словам государственного обвинителя, в деле собраны неоспоримые улики против задержанных. Решение Фемиды каждому по 8 лет колонии строгого режима. Под стражу обоих подельников взяли прямо в зале суда. Добавлю, что материалы по зачинщику преступления третьему обвиняемому силовики выделили в отдельное дело производства. Он еще ожидает решения суда. На борьбу с паводком выходит искусственный интеллект. Пока омские коммунальщики в усиленном режиме откачивают воду с городских дорог, роботы проводят ревизию коллекторов. Машины исследуют сети на предмет коррозии и деформации швов и в режиме реального времени передают информацию. Почему только роботы могут получить эти данные, расскажет Анастасия Вишова. Проходят там, где не ступала нога человека. Этот робот не радиоуправляемая машинка, а полноценный специалист Омского водоканала. От его зоркого глаза зависит, например, введут ли в эксплуатацию новый трубопровод и насколько необходим ремонт старого. Через камеру робота можно убедиться, что трубопровод построен без смещений. Его целостность не нарушена, а все стыки в норме. Проверяет аппарат и пропускную способность. Находит точное место и причину затора. Нередко в период паводка в канализацию попадают ветки и прочий мусор. Показывает визуально внутреннее состояние сооружений, где невозможно человеку пройти, пролезть. Где присутствует газ, где не сможет человек работать. Используется такое оборудование. Мы снимаем полностью свод трубы. Данные записываются в формате Full HD, так что видно даже мелкие детали. Телеинспекция проводится практически в любую погоду. Главное условие – температура не ниже минус 20 градусов. Иначе робот может сломаться. Там, где не пройдет транспортный модуль, запускается вот такой плавательный. Он также позволяет определить техническое состояние коллектора и передает сигнал другим службам, которые принимают решение о реконструкции или ремонте трубопровода. За год роботы проходят тысячи метров водопроводных и канализационных сетей. В прошлом году работа именно таких инспекторов помогла найти и оперативно восстановить аварийный участок трубы в нефтяниках. Ее свод едва не разрушился. Анастасия Вишова, Сергей Ленвебер, 12 канал. Ну а вот о чем расскажем в итоговом выпуске новостей в 19.30. Жизнь в трех стенах у частного дома Подомском обрушилась кирпичная кладка. Сейчас постройка напоминает руины и верится с трудом, что здесь кто-то живет. Но тем не менее, в одноэтажке, которая выглядит похуже, чем многие аварийные здания, ютятся женщины и пятеро детей. Хозяйка говорит, когда ложится спать, ее преследует мысль, что дом может развалиться целиком. Ведь одна из стен рухнула именно ночью. Там грохот был вообще там. Ну страшно было, конечно, и дети напугались. Я вообще боялась ночевать, потому что я думала, поведет крышу, и он сложится. Я же не понимаю в этом. Но идти многодетной матери некуда. Так и живет каждый день, как на пороховой бочке. Кто может помочь, выясняла Юлия Комарова. Поэт Никто собрал более 120 человек в органном зале Омской филармонии. В съемках самой массовой сцены фильма 12 канала о писателе Иннокентии Анинском приняли участие начинающие литераторы, любители творчества поэтов Серебряного века и гости из других городов и даже стран. Эпизод концерта завершает съемочный процесс, который продолжался более 8 месяцев. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Подробнее Наталья Змага. Актеру Виталию Семенову, исполнителю роли Анинского, не дают прохода еще до премьеры фильма. В перерывах между сценами фото на память. Для большинства участников массовки это первый опыт работы в кино. Пощеголять в вечерних платьях пришли практически все участники Омского литературного клуба «Хит-стих», а это более 80 человек. Нашим поэтам это тоже будет определенным знаком, как нужно расти, развиваться и принимать активное участие. Очень гордо, что это наше меч, что он родился именно здесь, что он стал директором Царскосельского лицея. При этом он еще и был профессиональным переводчиком, лингвистом, педагогом, наставником. Но это вот, наверное, где-то параллельно сходится с тем, чем занимаемся и мы в нашем литературном клубе. Задачу на площадке объясняет автор проекта Светлана Веретенникова. В фильме она использует художественный прием иллюзий сна. Так как у нас сон, музыку часто мы слушаем закрытыми глазами. Кому комфортно и в обязательном порядке. В зале звучит орган. За клавишами короля инструментов Амичка Оксана Кулешова. Произведения выбраны не случайно. К примеру, отрывок из оперы «Арфей и Евредика» реверанс Анинскому как выдающемуся переводчику 19 века. Русским языком он изложил все труды Еврипида. Для каждого поэта это культовая личность, абсолютно культовая. Потому что он, наверное, сделал некий переворот в русском языке. Есть русский язык после Пушкина, есть русский язык после Иннокентия Анинского. Потому что все поэты Серебряного века считали себя его учениками. Почитатели таланта Иннокентия Анинского есть и далеко за границами России. Мы приехали в Омск из Германии в гости. Узнали о съемках такого замечательного, грандиозного проекта. И, конечно же, решили поучаствовать. Наблюдают за съемочным процессом гости из Барнаула. Представители региональных телекомпаний со всей страны узнали о кинопроизводстве на 12 канале во время церемонии вручения премии ТЭФИ. Для меня это космос. Вот вы сейчас улетели в космос, а мы там где-то на земле. Поэтому вы большие молодцы. Четвертый фильм – это очень круто. Ну и на самом деле мы сейчас общались. Я все это смотрел. Мы общались с вашими ребятами, которые это все придумывают. Но мы будем перенимать этот опыт. Параллельно со съемками идет монтаж. Лента готова на 80%. И, судя по количеству занятых в работе людей, высокий рейтинг просмотров фильму «Пает никто», который выйдет на экран в конце мая, уже обеспечен. Наталья Азмага, Сергей Гаврилов, 12 канал. Рекорды скорости и отличное знание географии. В Омске впервые прошел чемпионат по сбору спилс-карт. Деревянных пазлов, которые разделены не случайным образом. Каждая деталь – субъект Российской Федерации или же район Омской области. Собрать карту страны нужно менее чем за 10 минут, региона – за 6 или 7. Участники соревнований – школьники и студенты, которые прошли отборочный тур и вышли в финал. Ребята не только могут проверить свое знание географии, но и получат возможность принять участие в федеральной программе «Знаю Россию». У нас приняло участие более 500 человек в отборочных этапах и мастер-классах от нашего клуба. А сейчас у нас финал, где участвуют 18 команд из шести школ и одного университетского колледжа ОМГПУ. Победители чемпионата будут определены уже на этой неделе. Они представят Омск область в финале чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в Республике Алтай. Во второй раз подряд вышли в полуфинал. Омские ястребы выиграли вторую выездную встречу против уфимского толпара и завершили серию со счетом 3-1. Матч, как и предыдущий, получился драматичным. По итогам первого периода ястребы уверенно вели 3-0 после голов. Однако уфимцы во втором периоде едва не перевернули ход встречи, сумев сократить отставание до минимума. Но в заключительном периоде омичи сыграли по счету и довели дело до победы. 3-2 в матче и 3-1 в серии. В полуфинале Кубка Харламова ястребам предстоит еще более серьезное испытание. Наша команда сразится с действующим чемпионом СКА-1946. Первые матчи пройдут в Омске 3-4 апреля, ну а после серия переедет в Санкт-Петербург. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 29 марта, в Омске переменная облачность ночью 0,2, а в дневные часы 1,5 градусов тепла. В районах также переменная облачность ночью минус 1, плюс 1. Днем температура поднимется до 4 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!